Приветствую вас, Елена, давайте разберём ваш вопрос. Парень сказал, что не любит. Как не расстраиваться и снова поверить в любовь? Ну давайте для начала определимся, что именно вас расстроило в том, что парень сказал, что не любит вас. Как вас это задело? Если задело, в чём и так далее? Здесь находится ваше конфликтное место. Человек говорит, что меня не любит. И соответственно, для меня это больно. И я с этой болью пытаюсь бороться. А бороться с болью как бы не нужно. С моей точки зрения, с точки зрения моего подхода и философии, боль нужно проживать. И вообще любое чувство, которое есть, нужно лучше проживать. Так человек становится более цельным, более полным. И соответственно, более свободным. Дальше. Основное поверить в любовь. Но в любовь не нужно верить. Любовь как бы любви нужно учиться. То есть, знаете, или на... Не каждый человек может любить. И... Мне кажется, что в вашем контексте... Вы говорите о любви в контексте того, чтобы получать. Но не в контексте того, чтобы отдавать. Любовь-то всегда продался. Парень, в который была влюблена и был короткий роман, сказал, что не любит. А что вы взяли, что он вообще вас любил? Если вы были влюблены и был короткий роман. Как легче с этим справиться? Не нужно справляться. Как я и сказал. Больно нужно проживать. Так вот, становится... Эээ... Сильнее. Эээ... Сильнее. Эээ... Как относиться? Эээ... Как вы относитесь? Это вопрос... Я бы сказал с подвохом. Потому что вы уже как-то относитесь к этому... К этому и... И... Эээ... Я не думаю, что... По щелчку пальцев вы будете относиться к этому по-другому. Очень неприятно. Чем? Я старше, мне 32. Успешнее. Эээ... И что? Как это связано с любовью? И тут какой-то мальчик говорит, что ему что-то не зашло в сексе. И в целом... Что нет чувств. Вам не кажется, что вы обесцениваете человека, который, в общем-то, имеет... Эээ... Право выбирать, быть с вами или нет. Который, в общем-то... Эээ... С вами честен. И... Открыто заявил о своих чувствах. Не кажется ли вам, что какой-то... Какой-то мальчик мне говорит? Это очень обесценивающая позиция по отношению к мужчинам. В целом, мне приятно отвержение. Ведь он мне нрав... Ну... Я бы сказал, что... Это одно... Одно из ваших противоречий, что вы... Эээ... С одной... С одной стороны, говорите, какой-то мальчик. Тут какой-то мальчик. Я успешнее. Да. То есть... Чувствуется превосходство. А с другой стороны, вы говорите, он мне нравится. То есть, мне кажется, что... Вам бы еще в этом разобраться. Я могу предположить, что... Что вы выбрали... Себе... Такого... Мужчину, который, по вашему мнению, не мог бы вас отвергнуть. Вот. Чтобы... Ну... Чтобы сто процентов, вот... Построить отношения. Вот. Такая история. То есть, понимаете, да? Как... Ваше восприятие и целостность, зависит от... Собственно, этого вот... Какого-то мальчика. При том, что вы называете себя... Успешным. Вот. Но есть ощущение, что вы пытаетесь... Пытаетесь... Доказывать... Свою ценность. И именно вот... Из-за... Необходимости... Доказывать... Свою ценность. А... И... Возникает, в том числе... Болезненность. Когда... Когда вам... Отказывать. Когда вас... Отвергать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за отзыв на мой... Эээ... За отклик на мой ответ. Этот самый отклик может послужить началом... Вашей работы над собой. Ужиг. Ктоosc. Ужиг. Ставис. Т UFC. ЗаСТУМ. Твое!